Бывают моменты И возможно не имел надежды А возможно даже сегодня Вы не имеете веры И вас учили, что Только тот, кто имеет веру Может получить исцеление от Бога Но я вам хочу сказать Я видел милость Святого Духа тысячи раз Когда кто-то, кто не имел веры Он подходил к нему И исцелял его Дух Святой Он подойдет сегодня к тебе Он коснется сегодня тебя Он сделает что-то в твоей жизни У кого-то проблема Возможно в личной жизни Я буду молиться, чтобы помазание Святого Духа опустилось на вашу жизнь И конкретно проявилось в личной жизни У кого-то сегодня проблема В финансовой сфере И когда помазание придет Я буду молиться о том, чтобы это помазание Оно пришло и разрушило Всякое проклятие нищеты, долгов И принесло процветание Но для меня самое главное всегда Это исцеление от болезни За болезнью За болезнью очень часто стоит причина Именно поэтому в роду люди умирают Или от инсульта все Или от инфаркта Или от онкологии Причина это Демонические силы, которые вторгаются Но именно на таких собраниях Когда приходит помазание Эти демонические силы Оставляют семейное древо Они оставляют Тело человека и душу человека Никакая религия нам не поможет Никакие слова проповедника нам не помогут Никакие люди самые великие нам не помогут Вы должны знать Церковь нам не поможет Нам поможет только живой, реальный Дух Святой Который приходит в зал И вы знаете, я иногда ощущаю прямо Как он движется по залу Как он ходит Он как человек И он ходит Он ходит по залу И он касается людей Многие люди рассказывают, что они чувствуют Чувствуют тепло А кто-то рассказывает, что он чувствует, что кто-то положил руку на него Они чувствуют физически Потому что выходит сила из его присутствия Сила, которая называется помазанием И это помазание Это слово Я всегда интерпретирую таким образом Я говорю, что это Чтобы люди поняли Это физическое ощущение Бога Когда ты чувствуешь на физическом уровне Сегодня Прежде чем молиться Я хочу сказать вам что-то, что для меня является очень важным Я хочу вам сказать, друзья Что является самым важным для Святого Духа Для тех людей, кто меня слышит, может, первый раз И не знает, о чем идет речь Я скажу вам Отец Небесный на небе Сын Божий Иисус Христос Он тоже на небе И мы празднуем праздник Вознесения Все скажут аминь на это И существует праздник Троицы Сошествие Святого Духа И Дух Святой Он на земле Но нам нужно понять Кто же такой Дух Святой Дух Святой Это личность Это Бог Который имеет свой характер Который отличается своим характером От Сына Божьего Иисуса Христа И от Бога Отца Дух Святой Имеет свою волю Дух Святой Дух Святой имеет свой разум И это вещи Которые нужно сегодня Осознать Дух Святой Это Бог Живущий на земле И вот послушайте Что является самым важным Для Духа Святого Деяния Святых Апостолов Первая глава Иисус Прежде чем уйти Говорит такие слова Восьмой стих Но вы примите силу Когда Сойдет на вас Дух Святой И будете мне Свидетелями В Иерусалиме И во всей Иудее И Самарии И даже До края Земли То есть Перевожу с греческого Даже До Украины Аплодисменты Вы знаете Что весь мир Поклонялся Демонам И бесам Везде было Идолопоклонство И только Еврейский народ Они Поклонялись Богу Который сотворил Небо и землю Когда пришел Иисус Он сказал Что придет Дух Святой Дух Святой Придет И Будет Проповедь Евангелия По всему Миру То есть Все люди Которые Поклонялись Идолам Которые Поклонялись Бесам Все эти люди Они будут Обращаться Ко Христу И только Дух Святой Может обратить Человека К Богу Только Дух Святой Он не может Это сделать Без нас А мы Не можем Это сделать Без Него Все скажут Аминь Давайте дадим Хвалу Нашему Господу И вот что происходит Друзья Сегодня Существует В этом мире Дух Тьмы Который Порабощает Людей И чтобы вы поняли Порабощает Людей Всех Сословий Начинает С простых Людей Домохозяек Сантехников Уборщиц Они Эти люди Любят Погадать Эти люди Любят Поколдовать Эти люди Любят Суеверие Но удивительно Что это все Продолжается Даже до самых Верхов Бизнесмены Политики Чиновники Они обращаются К колдунам К разного К разного рода Людям Которые Могут Якобы Их Защитить От чего-то Не понимая Что есть Только одна Сила Которая Приносит Благословение И я говорю Это всем Телезрителям И это Сила Это сила Святого Духа Все Что Делают Люди Когда они Обращаются К колдунам К гадалкам Когда они Обращаются К разного рода Окультистам И Можно перечислять Спиритистам И так далее Все это Называется Очень большим Грехом Очень большим Очень тяжелым Грехом Потому что Все это Духовные грехи Друзья Есть грехи Плоти Слабости Человеческие И вы знаете Что Слабости Человеческие Это Не так Страшно Как Духовные Грехи Почему Потому что Когда человек Обращается К дьяволу Прямо Или Костя То есть Когда человек Идет к гадалке И Ему Гадают Или он Гадает Не имеет Значения В этот Момент Этот Грех Называется Так Послушайте Измена Богу И по Другому Предательство Бога Потому что Бог Является Хозяином И творцом Человека И когда Человек Идет К врагу Бога И обращается За помощью Он Предает Своего Творца Он Предает Бога Он Изменяет Богу Именно Этот Грех Открывает Двери В Семейное Древо И туда Входят Бесы Демоны Демоны Это Реальные Существа Если Кто-то Думает Что Это Сказка Послушайте Я Могу Взять Вас Когда Небудь На Консультацию И Вы Поймете Насколько Все Серьезно Что За Болезнями За Многими Стоят Бесы За Смертями Преждевременными Стоят Реальные Бесы Бесы Это Конкретные Падшие Ангелы Которые Сейчас Живут На Земле И Эти Бесы Ведут Людей У них Есть Цель Есть Бесы Которые Контролируют Целые Страны Это Князья Есть Бесы Которые Контролируют Города Есть Бесы Которые Контролируют Районы В городе Поэтому Поэтому Вы Можете В городе Увидеть Один Район Отличается От Другого В этом Районе Царствует Дух Наркомании А В этом Районе Царствует Дух Нищеты И Вы Видите Это Это Всегда Выражается Духовные Люди Это Видят И Вы Должны Понять Что Цель Всех Демонов И Бесов Только Одна Чтобы Люди Попали В Вечную Погибель Но Прежде Чем Они Попадут В Ад В Вечную Погибель У Дьявола И У Демонов Есть Цель И Эта Цель Заключается В том Чтобы Человек Страдал Чтобы Человек Терял Чтобы Человек Мучился Чтобы У Человека Было Все Плохо Наша Жизнь Радикально Меняется Когда Мы Приходим К Богу Потому Что На нас Приходит Защита Божья На нас Приходит Благословение Божье Многие Люди В церкви И На них Бывает Нет Благословения По одной Причине Потому Что Они Не переживают Духа Святого А они Переживают Дух Религии Дух Религии Это Демонический Дух Который Внедряется В церковь И Я вам Сегодня Хочу Рассказать Что-то Очень Важное У Духа Святого Есть Очень Важная Цель И Самая Главная Цель Духа Святого Чтобы Проповедовалось Евангелие Иисуса Христа Чтобы Люди Спасались Для Вечной Жизни Дух Святой Влияет На Мышление Человека Писание Говорит Что Бог Производит В нас Хотение И Действие По Своему Благоволению Что Это Значит Это Значит Что Бог Производит Во мне Интерес Он Производит Во мне Желание И Он Производит Так же Не Только Желание Но И Действие Другими Словами Он Действует В обстоятельствах Когда Он Не Дает Желание И Вот Послушайте Очень Важную Вещь Дух Святой Когда Он Влияет На Мышление Человека И Влияет На Его Сознание Человек Может Знать Влияет На Него Дух Святой Или Нет Потому Что Есть Дух Святой И Есть Дух Религии Дух Религии Это Когда Человек Верующий Считает Себя Верующим Когда Он Умеет Делать Все Церковные Вещи Другими Словами Он Умеет Прославлять Бога Он Умеет Молиться Он Может Знать Наизусть Библию И Многие Другие Вещи Послушайте Неважно Самое Главное Вот В чем Дух Религии Когда Живет В человеке Вы Тоже Можете Это Знать И Каждый Человек Может Узнать Какой Дух Влияет На Его Мышление Какой Дух Контролирует Его Внутренний Мир И Через Это Понять Под Благословением Вы Находитесь Или Под Проклятием Вы Хотите Услышать Это Или Нет Запомните Такую Простую Вещь Самую Главную Когда Дух Святой Дорогие Телезрители Послушайте Когда Дух Святой Влияет На Мышление Человека Человек Всегда Думает О Других Людях Он Видит Нужды И Боль Других Людей Целью Его Жизни Становится Помочь Другим Он Думает Постоянно О Том Как Принести Спасение К примеру В семью В которой Огромная Проблема Все на грани Развода Или муж Алкоголик Или дети Наркоманы Он Переживает За них Хотя Они Для него Может Чужие Люди Но Дух Святой Влияет На Его Мышление Когда Дух Святой Влияет На Мышление Человека Слушайте Внимательно Это Выражается В том Что Он Думает О Других И Он Начинает Молиться За Других Вот В чем Выражается Влияние Святого Духа Все Начинается Не с Внешних Действий Все Начинается Со Скрытых Никому Не Видных Мыслей Которые Знаешь Только Ты И Прямо Сейчас На этом Празднике На этом Собрании Дорогие Телезрители Послушайте Прямо Сейчас Вы Можете Просто Протестировать Себя Это Как будто Бы Такой Сканер Который Все Видит Когда Ты Думаешь Подожди О Чем Думаю Я Дух Религии Он Отличается Тем Что Он Осуждает Всех Кто На Него Не Похож Дух религии всегда думает о себе То есть человек думает постоянно о себе Человек постоянно молится даже если То только о себе Человек он постоянно критикует Тех, кто делает что-то не так, как он Вот что такое дух религии Именно на почве религии, друзья Развязаны практически все войны в мире На почве религии люди ненавидят друг друга На почве религии люди, которые крестились тремя пальцами Убивали тех, которые крестились двумя На почве религии, друзья Сегодня в протестантском мире Люди говорят, это враги Почему? А потому что они хлопают в ладоши Для Бога А мы не хлопаем Аплодисменты 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 Да, она как зверь Дух Святой Он как голубь Он нежный Он добрый Вы знаете, что Дух Святой Он понимает каждого из нас Принимает каждого из нас Для меня было Для меня было, знаете, большим Большим, можно сказать, и основным моментом и причиной встречи с Духом Святым В 2006 году Одна строчка из книги Пастора Банихина Доброе утро, Святой Дух И эта строчка, знаете, в чем заключалась? Я уже понимал в тот момент, что Дух Святой – это личность Я понимал, что Дух Святой – это Бог Равный Отцу и Сыну Я понимал, что Дух Святой Он имеет свой разум и свою волю Но единственное Между нами была пропасть Между мною и Духом Святым Была пропасть, огромная пропасть Почему? Потому что я понимал, что Он Дух Святой А я, я видел свои недостатки Я видел свои ошибки Я видел свои согрешения Я видел, что я не такой Святой, как должен быть Я не могу общаться с Духом Святым Он не станет со мной общаться Я недостоин И одна строчка в этой книге Она стала фундаментом для всего И там было написано так Дух Святой хочет с тобой дружить Друзья, прошло, прошло уже Почти 12 лет Будет вот в феврале 12 лет Как Дух Святой зашел в мою комнату И вы знаете, за эти годы Я увидел, что Дух Святой Он совсем не так мыслит, как мы себе представляем Он любит нас Он принимает нас У меня были случаи Я вспоминаю один случай Когда я сделал ряд ошибок И просто день за днем Как будто бы что-то происходило И каждый раз я ошибался Каждый раз я сделал что-то неправильное И я помню, я был так расстроен И я даже не мог говорить с Духом Святым И вот прошло несколько дней Три дня, по-моему И я шел в лес И я шел в лес И вы знаете, я думал Что как со мной теперь Дух Святой Будет говорить после этого Это было уже после 2006 года Он учил меня чему-то И я шел И я был разбит внутри Мне казалось Что все Он не придет Но вдруг Он заговорил к моему сердцу Реально И он так со мной говорил Как будто бы вообще Его не интересует Все вот эти вещи Которые происходили И он мне в тот день показал Что он Смотрит на меня Не так, как я смотрю на себя Что он любит меня Что я для него дорог Вы знаете, что он мне сказал Вы сейчас просто будете в шоке Когда я говорю Дух Святой сказал Друзья, это не просто мысли Потому что если я говорю Дух Святой сказал Вы всегда видите Что потом это происходит Но когда я шел В этом разбитом состоянии Он мне проговорил И я этого не ожидал Он сказал Послушайте, дорогие телезрители Он сказал Я так соскучился по тебе Я был в шоке Потому что я ждал Я ждал чуть ли не гнева Божьего На свою жизнь Я ждал чуть ли не наказаний Божьих на свою жизнь И вдруг я слышу Как он конкретно мне говорит Я так соскучился по тебе И это была невероятная встреча Это был взрыв отношений Я просто понял, что Бог есть любовь Я просто понял, что Бог любит нас всех Что Бог Он за нас, друзья И у Него Это огромная цель Чтобы мы были под влиянием Его силы Дух религии Он осуждает тебя Проповедники, которые наполнены Духом религии Они всегда будут осуждать Они всегда будут говорить Причины, по которым Бог тебя должен наказать По которым Бог Должен сделать тебе Какое-то зло И я видел не раз Когда человек Он, к примеру, заболел И я это видел неоднократно И проповедник ему говорил Это наказание Божие За твои грехи Я однажды приехал в одну церковь Мы приехали С моим помощником Это была церковь Мне было 150 человек И меня попросили Сначала попроповедовать А потом попросили молиться Ну и представьте себе Все 150 человек встали в очередь Встали в очередь Я стал впереди И каждый из них подходил И говорил разные вещи И они плакали все Я не мог этого понять Каждый подходил И говорил мне Гаврил Послушай Я вам примерно рассказываю Только несколько эпизодов У меня умер ребенок Я вижу Женщина плачет Она разбита Она в шоке Я говорю Что случилось? У меня умер ребенок И я говорю Давайте помолимся Давайте держаться Ну говорю Что могу Чтобы поддержать ее А она говорит Выслушай меня Говорит Это не все И начинает рассказывать дальше Случилось потом еще что-то Еще что-то Я говорю Назовите причину Почему вы так Об этом говорите И она говорит Потому что Бог Это он Наказал меня За мои грехи И я был шокирован Я говорю Это не Бог Делал в вашей жизни Она говорит Нет Я согрешила Я говорю Когда это было? Она говорит Четыре года назад Я говорю Вы покаялись перед Богом? Да Но он меня наказывает До сих пор И я говорю Послушайте Кто вам это сказал? И она говорит Проповедник Все 150 человек Со мной был помощник Который свидетель Всему этому Все подходили И у всех Была разрушена жизнь Через религиозные проповеди Через религиозный дух Который пробирается В сердце человека Чтобы осудить Чтобы взять этого человека И найти в нем основания Для того Чтобы действовать Для того Чтобы творить зло И показывать на Бога Послушайте Бог Не наказывает человека болезнью Слышите или нет? Я хочу услышать Твердое аминь Аминь Запомните Он наш отец Неужели вы не понимаете Что никогда Вы не можете Взять И сказать Своему ребенку Любимому Маленькому Там Трехлетнему За то Что он разбил что-то За то Что он сделал что-то Взять и сделать так Чтобы он заболел Нет Никогда Вы так не сделаете Бог Бог не причинит Нам зла Слышите или нет Я как-то Рассказывал Эту историю Но чувствую Сейчас я должен Рассказать Чтобы ее Услышали люди Один Проповедник Очень именитый Знаете Его в Украине Знали все В христианском мире И когда я проводил Ледовые дворцы В Днепре В городе Днепропетровске Я очень много Как и сейчас Молился Особенно против Этой Болезни Которую я ненавижу Онкология Почему? Потому что это Дух киллер И вот послушайте Мы с ним Созвонились И он мне говорит Такую вещь Говорит Ты Говорит От дьявола Я говорю Почему? Мне было даже интересно Услышать это от него Почему? Он говорит Потому что ты Молишься На своих Ледовых дворцах За исцеление Людей Которые больны Онкологией Которые больны Раком Я говорю И что? Здесь неправильного Он говорит Это Бог Дал им эту болезнь Чтобы дисциплинировать Это неправильно Что Бог Дает людям Болезни Значит Ты под Религиозным Духом Значит Ты под Духом Демоническим Религиозный Дух Друзья Это демонический Дух И вы знаете Чем закончилось Он сам Он сам заболел Он сам заболел Этой болезнью И умер От нее Я вам скажу Одну вещь Помните Никогда Никого Не судите Никогда Не подпадайте Под дух Религии Если вы хотите Чтобы Бог Вас поднял В этой жизни Вам нужно Знать Что вы должны Быть под влиянием Святого Духа И когда Святой Дух Наполняет Твое сердце Когда Святой Дух Наполняет Твой разум Твои мысли Они не о тебе Ты готов Отдать Свою жизнь Ради других Людей Ты готов Жертвовать Тебе не жалко Почему людям Сегодня Я не могу Жертвовать Знаешь почему Потому что Ты не под влиянием Святого Духа Когда я наполняюсь Святым Духом Когда я наполняюсь Его милостью Его любовью Я готов На все Ради других И я это Делаю всегда Почему Потому что Дух Святой Он внутри Будет давать Тебе мысли Он будет Воспроизводить В тебе Хотение И действие По своему Благоволению Он будет Делать чудеса Внутри тебя Сначала А потом Вне тебя Аминь 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 Когда я приходил К Богу Я не был В церкви Друзья Я не был В церкви У меня было Время Когда я Не был В церкви Но я был Рожден Свыше Я родился Свыше До того Как пришел В церковь И знаете Что Все мои Молитвы Всегда были О других Людях В то время Когда я был Сам болен Я молился Каждый день Бог Тому Свидетель Потому что Каждый день Когда я ехал В трамвае Я видел Бабушку Бабушку Какую Видел Как ей Тяжело И я Начинал Просить Бога И Говорит Бог Возьми Мое Здоровье Отдай Ей Потом В этот же День Я еду И вижу В этот дедушку И опять Вижу Боль Я говорю Пожалуйста Господи Забери Мое здоровье Отдай Этому Дедушке Когда вечером Приходил Я каждый день Молился Я не был В церкви Друзья Многие в церкви И они не молятся Многие сегодня В церкви Но они не молятся Я не был В церкви Но я становился На колени И я умолял Бога И я просил Конкретно Я говорил Господи Сначала я помолюсь За всех этих людей За которых у меня Болит сердце А потом Помолюсь за себя И я начинал молиться За всех Кто в больницах Я всегда Представлял Этих людей Я видел Потому что я был В больницах Очень много Так получилось В юности у меня И я просил Пожалуйста Помоги им Пожалуйста Исцели их Пожалуйста Поддержи их Потом я молился За тех Кто в тюрьмах За тех Кто едет По этапу И всегда У меня еще Одна молитва Была Которую Я никогда Не забуду Эта молитва Была такая Я говорил Бог Сейчас есть На земле Человек Которому Очень Очень плохо Которому Очень Очень тяжело Которому Так плохо Ты увидишь Ты его знаешь Он есть Где-то на земле И я Прошу тебя Помоги ему И Знаете Моя молитва Она так и заканчивалась Она никогда не доходила До того момента Чтобы я помолился За себя Так я за себя И не молился И так проходили месяцы И я вам скажу Я знаю Что такое влияние Святого Духа Потому что я его пережил Еще до того Как я попал в церковь Поймите Попасть в церковь Это не значит Пережить Духа Святого Пережить Духа Святого Это особенный момент Он очень личный Индивидуальный Когда я здесь На сцене Вы все видите Когда я говорю Дух Святой Приди И здесь полный зал Десять тысяч человек Бывает двенадцать тысяч Я говорю Дух Святой Приди Три слова Дух Святой Приди И я больше ничего Не говорю Но он сходит в зал И он начинает Двигаться по залу Бесы Не выдерживают Начинают кричать Больные люди Исцеляются Мы видели не раз Как люди вставали С колясок Которые вообще Не могли двигать Ни руками Ни ногами Это все делает Он Почему Друзья Если вы Сегодня услышите На этом Особенном Празднике То что я вам Говорю Что самое Главное В жизни Это дать Духу Святому На себя Повлиять Это дать Духу Святому Действовать В твоем Сердце Действовать В твоем Разуме Это Стать Послушным Ему Куда бы Он тебя Не повел Я вам скажу Вы станете Людьми Через которых Дух Святой Явит Славу Бога Отца И сына Вы станете Людьми Через которых Явится Слава Божья На этой Земле Ваша Жизнь Полностью Изменится Вы станете Другими Поэтому Сегодня Очень важно Понять Две вещи Посмотрите Молитва Мышление Молитва И Евангелизация Спасение Людей Скажите Что делал Иисус Три года Три с половиной Года Знаете Что он делал Самое главное Хотите услышать Послушайте Иисус Три с половиной Года Общался Со своими Учениками И это было Одним Из самых Главных Приоритетов Он Вкладывал В них То Что Было В нем Сегодня Для каждого Из нас Так важно Принести Евангелие В те Дома В те Семьи В которых Сегодня Дьявол Царствует Вы не Представляете Сколько Людей Страдает Сколько Семей Которые На грани Развода Посмотрите Сколько Сегодня Сирот Вокруг Посмотрите Пойдите В больницу Зайдите В больницу И посмотрите Какой Ужас Там Творится Как там Страдают Люди Посмотрите Вокруг И поймите Что только Вы С Духом Святым Можете Стать Ответом Для этих Людей Их Жизнь Она может Измениться Только тогда Когда Помазаны Духом Святым Люди Они Пойдут В эти Больницы В эти Дома В эти Семьи И когда Они туда Придут Там Начнется Новая Счастливая Жизнь Никто Никто Им Не Поможет Моя Семья Друзья Я Вырос В семье Я Вырос Без Отца Так Получилось Какое У меня Было Детство Мы Были Сестрой Вот Моя Сестричка Что Мы Видели Мы Видели Только Плохое Мама Работала Днями И мы Видели Много Как говорится Горя Все свое Детство Много Бед Много Несчастий Проблемы Ужасная Юность О которой Даже Рассказывать Сложно Потому Что Всю Свою Юность Я Провел Или В Тюрьмах Или В Больницах И Вы Знаете Что Люди Говорят Да Ты Послушай То Что Я Пережил Не Дай Бог Тебе Пережить Или Кому То Из Твоих Детей Но Бог По Милости Своей Послал Кого То В Мою Жизнь В Нашу Семью И Вы Знаете Моя Мама В 2005 Она Ушла На Небо Спасенным Человеком Моя Сестра Она Спасена Я Кто Я Был Я Был Умирающий Человек Последний Раз Я Пролежал В Больнице Четыре С Половина Месяца Это Были Три Больницы Подряд И Когда Меня Выписали Мне Было Очень Плохо И Вы Знаете Я Пошел Опять В Больницу И Когда Я Пришел В Больницу Ну Врачи Они Знаете Бывает Так Лояльно Как Бо Говорят Аккуратно А Этот Врач Он Мне Взял И Сказал Это Только Я Выписался Прошло Пару Недель И Он Мне Говорит Говорит Люди Говорит Дословно Вам Говорю Дословно Слово Слово Говорит Люди С такими Анализами Говорит Это Обреченные Люди Говорит Говорит Я Даже Не буду Пытаться С тобой Даже Говорит На эту Тему Говорит Все Решено Говорит Я Даже Ничем Тебе Не Помогу Говорит Иди Домой Кто Я Был Я Был Человек Который В своей Жизни Ничего Хорошего Не Видел Который Умирал Который Никому Уже Не Был Нужен Но Вы Знаете Что Когда Дух Святой Пришел В мою Жизнь Я Стал Другим Я Стою Здесь Меня Смотрят Сейчас Миллионы Людей Дворец Спорта Забитый До Отказа И Знаете Почему Дух Святой Повлиял На Мое Мышление Я Хочу Сегодня Сказать Вам Самое Главное Вы Должны Услышать Я Когда Выходил Сюда Говорить Я Думал Об Этом Думал Размышлял С Господом И Говорил Господи Я Знаю Что Есть Люди Для Которых Это Слово Есть Люди Которые Должны Это Услышать Поймите Самое Главное Знать Точно На Сто Процентов Что Дух Святой Это Бог Который Живет Сейчас На Земле Вы Меня Слышите Или Нет Послушайте Второе Вы Должны Знать Что Дух Святой Любит Тебя Ты Можешь Сказать Дух Святой Любит Меня Это Важно Знать Теперь Послушайте То Что Пережил Я Поймите Это Откровение Если Человек Сейчас Меня Слушает По Телевидению Или В зале И Принимает Эти Слова Так Как Это Откровение То Оно Перейдет В Твое Сердце Потому Что Оно Прямо Из Подсознания Из Духа И Я Его Заявляю Вам Сейчас Дух Святой Хочет С Тобой Дружить Каждый из вас Все присутствующие На трибунах Везде Послушайте Телезрители Вы должны Знать Вы должны Возненавидеть Дух Религии Дух Религии Распял Иисуса Христа Его Распяли Не Бандиты Не Преступники Даже Не Колдуны Не Ведьмы Его Распяли Верующие Того Времени Дух Религии Друзья Это Дух Убийца Именно Он Распял Христа Именно Он Этот Дух Гнал Апостола Павла Именно Он Этот Дух Выпускает Эти Передачи Вы знаете Что их Заказывают Передачи Против нашей Церкви Против меня Заказывают Именно Верующие Люди Конкретный Епископ Вот еще Одну Пусть Закажет Я про него Все расскажу Уже О нем Узнает Вся Украина Они Заказывают Передачи Думают Я не знаю Я даже знаю Сколько они Платят 150 тысяч Долларов За каждый Цикл Передачи Вот Выходит Три или Четыре Передачи 150 Штука Не приносит Это Дух Религии И вот Послушайте Меня Я вам Говорю Нужно Точно Знать Я хочу Быть С Духом Святым Я хочу Чтоб Он Влиял На Меня Я хочу Чтоб Дух Святой Наполнял Мое Сердце Я хочу Чтоб Дух Святой Через Меня Достиг Людей Которые Сегодня Нуждаются В спасении Нуждаются В помощи Нуждаются Возможно В молитве Все люди Которые Услышат Сейчас Это Слово Все люди По телевидению Которые Примут Сейчас Это Слово И вы Реально Скажете Я Отрекаюсь От Духа Религии Я Хочу Быть Под Влиянием Святого Духа Послушайте Сам Дух Святой Не Я Дух Святой Подтвердит Вам Что Он С Вами Когда Вы Просто Помолитесь Вы Увидите Что Он Явит Свою Славу А теперь Я хочу Сказать Что Это Больше Вы Знаете Когда Когда Ты В Духе Святом Исполняются Твои Мечты Даже Не Связанные Со Служением О Даже Не Связанные С Церковью Исполняются Твои Сокровенные Желания Твои Сокровенные Мечты Потому Что Библия Так Говорит Что Бог Исполняет Желания Праведников А Праведники Это Те Кто В Духе Святом Аминь А мы Все Праведники Или нет Праведники И Когда Представляете Себе И Когда Вы Вдруг Видите Что Сам Дух Святой Вас Защищает Сам Дух Святой Делает Для Тебя Сюрпризы Он Дружит С тобой Сам Дух Святой Исполняет Твои Желания О Которых Ты Даже Не Молился Просто Это Желание Было В Твоем Сердце Сам Дух Святой Делает Больше Намного Как Библия Чем Мы Просим Или Даже О чем Помышляем Друзья Друзья Жизнь С Дух Святым Это Жизнь В Чудесах А Давайте Сильную Славу Ему Воздадим И Эти Чудеса Проявиться В той Сфере Жизни О которой Ты даже Думал Что Молиться Нельзя Все Сейчас Вам Откроюсь Вы Готовы? Ой Сейчас Водички Хлебану Вы Должны Быть Готовы Дух Святой Вот Послушайте Я На Него Рассчитываю Во Всех Самых Даже Сокровенных Моментах Моих Моей Жизни Во Все И Когда Вначале Я Пережил Духа Святого Я Думал Это Касается Только Служения Но Спустя Вот Уже Почти Двенадцать Лет Я Узнал Много Интересного Что Дух Святой Он Твой Творец И Что Он Может Тебе Помочь В Таких Вопросах В Которых Нет Никакой Связи С Церковью Нет Никакой Связи К примеру Со Служением Это Связано Возможно С Твоими Какими-то Личными Желаниями И Многие Люди Сейчас Будут Шокированы Если я Скажу Какие-то Просто Примеры Даже Знаешь Вот человек Он Он Просто Хочет Похудеть Бывает Такое И Ты Скажешь Да Типа И Что И Вот Что Бо Не Делал У Него Не Получается Бывает Такое Он Уже Не Ест Ничего Все Рано Не Худеет Потому Что Метаболизм Там Замедлился Или Еще Тысячу Причин Может Быть Но Дух Святой Это Тот Друг С Которым Ты Можешь Делиться Всеми Своими Сокровенными Желаниями С Которым Ты Можешь Делиться Своими Тайнами Которому Ты Можешь Приходить И Говорить С Ним На Такие Темы Которые Ты Не Можешь Открыть Никому И Он Он Тебя Поймет Потому Что Он Тебя Сотворил Знаешь Как Это Бывает Когда Ты В Комнату Заходишь Открываешься Перед Ним А Потом В Какой То Момент Понимаешь Что Он Вообще Тебя Сотворил И Он Вообще То Все Знает И Вообще То Стоит Над Временем И Он Это Уже Слышал Как бы И Вот Теперь В Заключении Послушайте Одну Интересную вещь Прежде Чем Я буду Молиться Я скажу Вам Когда Человек Слушает Подобное Слово Как Сейчас От Духи Святого И Он Принимает Это Очень Глубоко Как Это Принял Когда То Я И Он Начинает Строить Отношения С Духом Святым Я Хочу Каждому Из Вас Сказать Если Ты Не Остановишься Ты Увенчаешься Победой Все Бесы Запомните Все Бесы Против Того Чтобы Ты Познал Духа Святого Потому Что Нельзя Познать Иисуса Христа Без Духа Святого Нельзя Познать Бога Отца Без Духа Святого Нельзя Вообще Быть Христианином Без Духа Святого Поэтому Бесы Они Стоят Против И они Создают Все Чтобы Только Ты Остановился Ты Меня Слышишь Или Нет Чтобы Ты Остановился Недавно Я прочитал Один Комментарий Знаете Вот Просто Я Редко Читаю А вот Взял И Что-то Прочитал Его Как-то В фейсбуке Комментарий И Такой Негативной Вещи Я Не читаю Они Мне Не нужны А тут Я взял Прочитал И там Человек Пишет Ну и такие Оскорбительные Слова Там на меня Пишет Окей Хорошо И он Он Говорит Я Говорит Слушал Проповеди Владимира Мунтиана Я Говорит Там Переживал Бога Ну вот Недавно Я послушал Одну Передачу Про Него И После Этого Я Скажу Так Он Никто Для Меня И Зовут Его Никак И Больше Его Слушать Не Буду И Знаешь Мне Так Стало Жалко Этого Парня Потому что Я понял Что Когда Он Начал Слушать Мои Проповеди Видимо Дьявол Увидел Что Этот Человек Может Сильно Подняться И Разрушить Царство Дьявола Поэтому Ему Нужно Было Что Сделать Разрушить Мой Авторитет В Его Глазах И Остановить Его Таким Образом И Как Будто В Этот Момент Люди Слепнут Они Даже Не Понимают Они Не Смотрят На Плоды Они Не Смотрят На То Что Видят Их Глаза Они Просто Слушают Какие-то Истории Хотя Любой Здоровый Человек Скажет Послушай А Зачем Мне Слушать Истории Я Вижу Но В этот Момент Человек Слепнет Дьявол Слушайте Я Уже Заканчиваю И Захочет Тебя Остановить Он Это Будет Делать Всячески Он Будет Делать Так Чтобы Ты Буквально Каждый День Попадал В Суету И У Тебя Не Было Времени Для Общения Со Святым Духом И Это Очень Очень Опасно Каждый Раз Друзья Каждый День У Вас Должно Быть Время Для Общения Со Святым Духом Вы Должны Просканировать Себя И Знаете Что Увидеть Какой Дух Действует Вас Если Вы Думаете Все Время О Себе Вы Должны Сразу Сказать Значит Во Мне Сейчас Действует Дух Религии И Я Отрекаюсь От Духа Религии Скажи Со Мною Аминь Аминь Ты Скажешь А кто Ж Обо Мне Подумает Слушайте Внимательно Неоднократно Были Эти Ситуации Но Я Вам Расскажу Когда Ты Стоишь Перед Богом И У Тебя Есть Выбор Молиться За Свою Нужду Или Молиться За Нужду Другого Человека В Этот Момент Ты Должен Пожертвовать Своей Нуждой Буквально Можно Сказать Ответом Чтобы У Этого Человека Был Ответ И Знаешь Что Происходит Происходит Чудо Потому Что Каждый Раз Когда Ты Становишься Ходатаем А Ходатай Это Человек Который Думает Не о Себе А о Другом Который Защищает Не себя А другого Так Вот Послушай В Этот Момент Когда Ты Воздержался От Чего Ради Кого То Вот Это Воздержание Увидел Бог И Это Воздержание Сильнее Любой Молитвы Бог На Это Воздержание Отреагирует Намного Сильнее Чем На Неделю Поста За Эту Нужду Потому Что Бог Видит Что Ты Мог Помолиться За Себя Но Ты Сказал Все Ладно Не Буду Молиться За Себя Буду Молиться За Этого Человека Буду Молиться За Эту Нужду И Бог Говорит Ангелам Говорит Посмотрите Он Воздержался И Это Воздержание Они Записывают И говорят Так как Он Не попросил Этого Так было С Соломоном Когда Бог Пришел К Соломону Ночью И сказал Проси Что дать Тебе Я всегда Всем людям Это говорю Друзья Послушайте Соломон Как и Все мы Мог Попросить У Бога Все что Угодно Он Сказал Проси Что Дать Тебе И Он Мог Попросить Себе Долгой Жизни Он Мог Попросить Себе Крови Врагов Он Мог Попросить Себе Богатство Все что Люди В принципе Хотят Но Соломон Он Отказался От всего От этого Ради Народа Божьего Ради То есть Он был В духе Святом И он Сказал Дай мне Просто Мудрость Для твоего Народа Не для Меня Для твоего Народа Мне Ничего Не надо И тогда Бог ему Говорит Знаете Это Удивительные Слова В Библии Которые Никогда Нельзя Забыть Вам Всем Когда Бог Говорит Ему За то Что Ты Не Просил Долгой Жизни За то Что Ты Не Просил Богатства И Славы За то Что Ты Не Просил Друзья Всегда Говорят За то Что Ты Попросил А в Этой Молитве В этом Диалоге Бог Говорит Именно За то Что Ты Не Просил Говорит Я Дам Тебе И Мудрость И Вот То Что Ты Не Просил Вот За то Что ты не просил Я тебе дам, говорит, столько богатства Что богаче тебя никогда не было и не будет И вы знаете, Соломону Бог дал все, чего он не просил Итак, просканируй себя Просканируй себя И подумай Подумай Что в твоем сердце? Отнесись к этому серьезно Знаете, что я всегда делаю? Если я что-то понял Слушайте, я не отлаживаю это даже на минуту Я делаю это сразу И я сразу говорю Все с этого момента Не завтра, сейчас Я Этот дух религии Этот дух эгоизма Я его изгоню из себя В моем сердце будет Дух Святой В моем разуме будет Дух Святой С этого момента я буду думать О людях, которые нужны Я пойду в семьи Где горе, где беда Я пойду в те места, где боль И там будет спасение Через меня Я буду делать, как Иисус Собирать людей И вкладывать в них Вкладывать в них Духовные истины Братья и сестры Мы должны принять решение Сейчас Что через вас будут спасаться люди Всю вашу жизнь Аминь 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!